Семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет со 2 августа начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Перенести сроки на две недели раньше поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Как отметил глава государства на совещании, посвященном подготовке к новому учебному году, это позволит родителям без спешки собрать детей к школе. Напомним, ранее планировалось, что перечислять деньги родителям начнут 16 августа. Тем временем в Пенсионном фонде Российской Федерации продолжается прием заявлений на единовременную выплату. Документы можно подать до 1 ноября во всех клиентских службах Пенсионного фонда России, либо на едином портале Госуслуг. На вынесение решения по заявлению, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени отделение фонда проверит предоставленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет. Выплата будет поступать не только на карты МИР, но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников. Напомним, согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября. Первый день нового учебного года. А 18 лет не раньше 3 июля, первый день после выхода указа о выплате. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничением по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.